Елена Каминская. Про зарплату? Про зарплату, да, про деньги. Возвращаемся в тыл и, более того, зарываемся в выл того, что мы делаем внутри наших компаний. Я не профессионал в области внутренних коммуникаций. Я эксперт в таком направлении деятельности внутри управления персоналом, которое в международной практике называется compensation and benefits. И в нашей, проще говоря, зарплаты, премии, бюджеты, деньги, производительности, все такое. То есть очень такие брутальные вещи и не такие хайповые, веселые и так далее. Однако, работая в этой области профессиональной практически 20 лет, я не каждый день, но через день разговариваю с людьми про что? Про зарплату. Поэтому с точки зрения того, как работают коммуникации на зарплатную тему, в общем-то, мне есть что сказать. Плюс мне в моей карьере очень повезло, что я работала в нескольких очень разных организациях. То есть не в одной какой-то там культуре, да, сформировавшейся, либо даже там однажды или дважды поменявшейся. Те люди, с которыми я работаю, представляют у себя диапазон от летчика до водолаза, без шуток, реально, в штатных расписаниях, от программиста до арт-директора, от шахтера до академика и, в конце концов, от члена совета директоров до профсоюзника. Поэтому, если я что-то говорю про зарплату, кроме того, что я профессионально этим занимаюсь, у меня, в общем-то, достаточное количество прецедентов, о которых я хочу вам рассказать, и которые связаны именно с коммуникацией такой интересной, приинтересной темы. Ну, во-первых, это действительно ужасно всем интересно. Кроме того, что этот тезис не вызывает ни у кого никаких сомнений, я бы хотела рассказать пару кейсов на тему, насколько это интересно на самом деле, особенно если пытаться оцифровать интерес работников к этой теме. Впервые я столкнулась с повышенным уровнем интереса к зарплате в начале нулевых, когда я работала в одной из международных компаний, одной из лучших компаний мира, которая только-только вышла на рынок труда, внедряла лучшие практики, компания была успешной. Вот, наконец-то, да, и знакомый вам induction, вводный семинар для новых сотрудников. Вот первый семинар, 9 вопросов из 10 про зарплату. Второй семинар, 10 вопросов из 10 про зарплату. Мы собрались с коллегами, пытались понять, почему люди, которые получили джоб-оферы, уже начали работать в одной из лучших компаний мира, без шуток, это гарвардский кейс, задают такие вопросы. Ну вот, вспоминая первый доклад, просто люди тогда еще не знали, они же были новые сотрудники, компания новая на рынке, они не знали, что они работают в лучшей компании мира, поэтому им были интересны какие-то вот другие вещи. Все время про зарплату, все время одинаковые, но другие. Они были как раз теми самыми сусликами, да, на Куликовом поле. И на самом деле с течением времени количество вопросов на induction не уменьшалось, это всегда были самые популярные вопросы. Другая история связана с моей работой в очень большой компании, с очень длинной историей, с госкорпорацией, в которую входили предприятия, чья история, в отличие от первой компании, началась еще в царской России. Культура, консервативная организация, но тем не менее в культурном коде всегда было уважение к людям, всегда был диалог со своим персоналом, и в общем-то эта компания на сегодняшний момент госкорпорация тоже является бенчмаркой для многих и государственных, и негосударственных компаний в нашей стране. Но тем не менее департамент внутренних коммуникаций регулярно приходил ко мне со статистикой относительно того, какие вопросы задают люди, какие темы они отмечают, которые им будут интересны. И это было не просто 8 из 10. Что бы ни происходило в компании, появился закон о госзакупках, поменялась стратегия, заключили договор с новыми странами. Вопрос зарплатный опережал любую другую тему в 5-10 раз. Вот реально 70% вопросов про зарплату, 30% про все остальное. И это было основанием для ваших коллег, я их прекрасно понимаю, требовать от меня как от руководителя функции контента. Но я всегда отказывалась, потому что зарплата – это как раз-таки та тема, которая на моей собственной практике, не имеет смысла, когда ее коммуницируешь больше и больше и больше. Почему? Ну, во-первых, давайте подумаем о смысле нашей с вами деятельности. И ваша работа, и моя направлены в первую очередь на то, чтобы людям в наших компаниях работалось лучше, соответственно, чтобы они работали лучше, и чтобы наша компания была успешной и работала лучше. Все, что мы делаем, по идее, должно быть направлено ровно на это. А сейчас я вам предлагаю проверить на себе, что значит эффект коммуникации о зарплатах. Предположим, что по какому-то коммуникационному каналу пришла информация, не знаю, размещена аналитика о том, что зарплата специалиста по внутренним коммуникациям составляет 30 тысяч рублей или 130 тысяч рублей, или 230 тысяч рублей. Представили себе, что вы прямо эту статистику читаете? Прислушайтесь к своим эмоциям и запомните те мысли, которые приходят к вам в голову. Одна из важных вещей, что люди иногда смущаются и начинают думать о том, что почему про нас. Давайте разденем кого-нибудь еще, например, программиста, и предположим, что параллельно или в следующем, или рядышком идет аналитика о том, что зарплата нашего фронт-энд-разработчика 30 тысяч рублей, или 130, или даже 230 тысяч рублей. Вот в этот самый момент тоже подумайте о том, чуть-чуть запомните, что происходит с вашим состоянием. Вот реально, если вы представите эту картинку, что вы это читаете в своем телеграм-канале. Очень часто это выглядит неэкологично, конечно же. И большинство коммуникаций содержит чуть более деликатную информацию. Например, представим, давайте ее, что на 4% была проиндексирована зарплата на предприятиях уральского нашего куста, или что средняя премия наших менеджеров по продажам составила 18% от годового оклада. Чуть более деликатная информация, но тем не менее. Если оценивать реально ваше состояние и состояние ваших сотрудников, когда они получают подобного рода информацию, как правило, это эмоциональная реакция. То есть мало людей остаются абсолютно равнодушными к подобного рода информации. Какой-то уровень тревожности, какой-то энергичный, особенно когда цифра 230, какой-то менее позитивный, когда цифра какая-то, которая не встречает ваших ожиданий. Но это эмоциональная реакция. Второе, а может быть даже и первое, что появляется у большинства людей, это примерно 10-15 дополнительных уточняющих вопросов. Причем даже если там будет написана информация, которая, не знаю, лично про вас, или вы просто ее узнали и точно в ней убеждены. Несколько дополнительных и очень личных вопросов, которые вряд ли вы хотели бы обсуждать в телеграм-канале. То есть все уточняющие, деликатные вещи люди предпочитают спрашивать и уточнять лично. Именно поэтому в тот момент, когда какая-то зарплатная коммуникация идет, люди обычно никогда не думают о том, что какая же у нас хорошая компания. Ну, за редким исключением. Очень редко люди думают, я должен работать лучше. Я прям хочу работать лучше. Я чувствую, что вот прочитав это, я понимаю, что должен работать лучше. Очень редко появляется у людей такая идея, что как хорошо работают мои коллеги, как хорошо работает наш отдел персонала, или редко появляется мысль о том, что программисты – это самые классные ребята на свете. На самом деле у людей действительно меняется уровень эмоциональной стабильности, когда такая информация поступает. Я думаю, вы это почувствовали. Во-вторых, появляется куча личных вопросов и совершенно не появляется идея относительно того, что я хочу работать более продуктивно. Я хочу сделать что-то, я хочу совершить подвиг. И именно поэтому я предлагаю вам в тот момент, когда вы делаете свой план коммуникации, когда у вас появляется раздел, мы тут нам напишем про зарплату, либо уже приходит контент для того, чтобы он появился в ваших средствах массовой информации, возьмите 30 секунд и проведите вот этот чек-лист для себя. Будет ли эта информация вызывать положительные эмоции у большинства людей? Не будет ли эта информация расстраивать хоть кого бы то ни было? Условно говоря, написали про программистов, расстроились все остальные, и программисты в том числе, не надо лезть в наш карман. Представьте себя на месте тех людей, которые читают эту информацию. Не будет ли это кого-то расстраивать? Не нарушит, не ухудшится ли уровень тревожности? Не повысится ли уровень тревожности? Не будет ли эта информация, в конце концов, отвлекать ваших людей от их ежедневных обязанностей и от их проектов? И опять же, кого она к чему будет на самом деле мотивировать? Почему я отрисую этот вопрос некоторым образом к вам? Я действительно считаю, что именно в ваших руках я мастер примирования. Любые изысканные формулы, зарплаты, все что угодно. Я это очень хорошо знаю. Но именно в ваших руках тот инструмент, который способен превратить любое событие, любой проект компании, либо настоящий фонтан из мармеладных мишек, либо просто привести к полному фиаско. Даже если потом будет 50 тысяч разъяснений, первая реакция и осадочек останется навсегда. Поэтому с денежной информацией нужно быть осторожнее, но верьте в себя, именно в ваших руках мотивация людей, которые работают. И в подтверждение этого, когда я уже написала, кстати, ключевую идею для выступления, буквально несколько дней назад, я была на презентации книги Татьяны Кожельниковой «Мотивация, как она есть». Это один из самых уважаемых, известных директоров по персоналу в нашей стране. И после презентации из зала к ней поступил вопрос. Я процитирую его дословно. «Татьяна, как вам кажется, каким должен быть специалист по компенсациям и льготам?» Первая мысль пришла. Татьяна задала уточняющий вопрос. Что он должен делать? Про кого? Ну, про специалиста по мотивации. А, ну если о специалисте по мотивации, то это специалист по внутренним коммуникациям. Можете это посмотреть. Я абсолютно с ней согласна. Потому что мотивация – это вы, а вот деньги любят тишину. Отличная, отличная просто фраза. Я думаю, каждый из нас под ней подпишется. Спасибо, Елена. HR Media. Сообщество профессионалов. Прямые эфиры. Круглосуточное HR-радио. И Медиапортал.